Полис ОСАГО снова дорожает. На этот раз минимум на 40%. Изначально предполагалось, что рост будет всего 30, но Центробанк, отвечающий за регуляцию этого рынка, пошел навстречу страховщикам, сетующим на обвал рубля и инфляцию. Текущее положение дел на рынке автострахования складывается таким образом, что моторное страхование, страхование КАСКО и ОСАГО стало достаточно убыточным для страховых организаций. Мы знаем, какая сейчас экономическая ситуация, экономическое положение. Повышаются цены на запасные части, повышаются стоимости работ. А потому все это время страховщики выживали, как могли. Забайкальцы еще помнят, как они не могли приобрести ОСАГО без покупки дополнительных, порой ненужных услуг. Теперь же, по словам специалистов, страховые агентства могут вздохнуть полной грудью, что улучшит качество оказываемых услуг и стабилизирует рынок. Осталось только объяснить это водителям. Так, а смысл? Они увеличивают, увеличивают, а выплаты-то все равно людям не производят. Толку ноя увеличится. Они больше денег будут зарабатывать, а люди-то все равно ничего не получат. Это не поможет, не спасет ситуацию. Выплат хватает на полремонта. И потом приходится либо судиться с ОСАГО, либо судиться с виновником. По-моему, и так уже предельный тариф. Зарплаты-то у нас не выросли. А вот это водители зря. Выплаты тоже собираются увеличить. Так, с 1 апреля за вред причиненной жизни и здоровью потерпевших в ДТП будут платить до 500 тысяч рублей. И это, кстати, еще одна причина роста тарифа. Кстати, страховщики уверяют, что этот рост должен быть еще больше, мол, инфляция будет расти и дальше. Потребителям же советуют смириться с неизбежным ростом тарифов. Между тем, как уже сообщала ЗАПТВ, за прошедший год российские страховщики собрали в Забайкале почти миллиард рублей, а выплатили людям меньше половины этой суммы – 470 миллионов. Оставшиеся полмиллиарда, то есть 52% доходов, страховые компании оставили себе. Никита Гребенников, Евгений Погорелый, Максим Лобачев, ЗАПТВ.